И снова всем привет, продолжаем наш марафон И теперь у нас будет такая игрушка как Эйдалон В то время, в 80-х, в нашей стране она была очень мало распространена Тем не менее, игрушенция весьма крутая, почему вы увидите сейчас сами Плавно перемещаемся к классическому 128-му спектруму Lucasfilm, это она по фильму какому-то? Нет, Lucas делала игры, это, кстати, вторая всего лишь их игра А, и, кстати, да, привет всем Я просто соединился Веселуха? Так, не захотела, понимаешь, запускаться Наверное, я где-то пролетел с моделькой Получился у нас такой невеселый ресет Эд, ты с чего стримишь? С мулятора Вот почему не с железным? Железный спектр, душевно было бы Ну, это была бы вообще труба Были бы ламповые загрузки Да, эмуляцию загрузки Ну, пожалуйста Замечательный звук снова Попробуем снова представить, что будет в игре По звуку Я думаю, все-таки не удастся Давайте Сегодня Марафон Теперь уже на этот раз Меня Комментирует Кот И к нам присоединился Серкс Который на марафоне Будет следующим Серкс Сидя там Все готово-то, да? Итак, у нас Эдалон 85-й 86-й год Что-то у нас Просят Нажать кнопку И очень интересный Загрузчик Очень редкая ситуация Когда нам предлагают Два варианта Либо загружать Каждый уровень По отдельности Либо Поскольку у нас 128-й комп У нас есть вариант Загрузить все уровни Сразу Это займет Около 9 минут К счастью Теперь ты понимаешь Почему я не сериала Это делаю На эмуляторе Это будет Немножко побыстрее Было бы Совсем по-ностальгичному Хотя Таких немного Ностальгировать Поэтому смог А так получается Гораздо резвее Чаю попить Не выйдет Да К сожалению Ничего из этого Не получится Ну и что я могу сказать Это у нас Год Все помнят 85-86 Годы разработки Да Это у нас FPS И я буду 3D Можно считать First Person Shooter И я буду его спидранить Поэтому Поехали Итак Что у нас тут Собственно происходит У нас Есть некая Средина 19 века По сюжету Некая машина Эйдолон Позволяющая Погружаться В глубины Собственного Разума Ну и В собственных Мозгах Мы находим Много Тараканов Самого Разного Толка Чё-то знакомый Каждый из монстров Охраняет Кристалл Кристаллы Нужны Для снятия Барьера Перед Драконом Боссом Уровня Какая плавная Анимация Ну Насколько Он смог Насколько Смог Ну Это был Не медведь Или Какой-то Гоблин Был А вот Это считается Мухой Для уничтожения То есть Если посмотреть На экран У нас Слева Вот где ЦХ Стрелка Да Это у нас Показатель Приближения К боссу Сколько Близко Мы к нему Находимся Но если Будем Очень близко Мы еще И звук Характерный Услышим Правая Шкала Это Количество Энергии Эталона Она же Расходуется И как Оружие Циферблат Посередине Это так Для красоты Слева Внизу Кристаллы А вокруг Циферблата Наличие Разноцветных Орбов От красного До синего По часовой Стрелке Красный Самый Слабый Синий Самый Мощный Вот сейчас Я взял Синий Я остановил Время Справа Внизу У нас Показывается Количество Оставшихся Минут На уровне Поэтому Надо Спешить Ну и Единичка Это Собственно Номер Уровня Я буду Брать Ровно Столько Кристаллов Вот у нас Первый Дракон Для его Уничтожения Нужно Всего Лишь Три Красных Орба И Красный Кристалл Для того Чтобы Снять Его Барьер Я буду Подбирать Только Ровно Столько Кристаллов Сколько Мне Нужно За счет Чего И Получается Speedrun Если Облазать Все Минут Даже Зная Да Но все Равно Все Зачищать Минут Ну 45 Может Я Укладываюсь В 14 Обычно Уровни Разветвленные Получается Такие Сильно Да То есть Карта У меня Полностью В голове На память Ну Speedrun Иначе Не делаются Можно По бумажке Speedrun Слушай Очень Неудобно По бумажке Это делать Пока Будешь По бумажке Speedrun Уже Запомнишься Скорей Ну да На мелкого Дракончика Стража Нам Тоже Достаточно Трех Красных Если Кристалл Мигает Зеленый Сейчас Мигает Это значит Что у меня Их Больше Чем Один Такого Цвета Можно Их Тратить Ну Пустую Они Не Потратятся И В бою С драконом Здесь Еще Такая Фишка Что Брошенные В тебя Орбы Можно Ловить За исключением Красных Красные Меня Дамажат Здесь На уровнях Есть Блуждающие Красные Орбы Отнимают В общем-то Не много Энергии Но Отнимают И Для того Чтобы Его Подобрать Нужно Такой Летающий Красный Орб Выстрелить Другим Красным После чего Он становится Желтым И тогда Его можно Взять Но Летать Он При этом Не Перестает А вот Когда Время Остановлено Путем Подбора Синего У нас Зависает Просто Все В том числе И монстры Но Монстров Нельзя Уничтожить Пока Время Замороженное Пожалуйста На этого Красавца Нам Уже Надо Шесть Желтых Шаров Часть Шаров Улетает Впустую Потому Что Более Мощные Шары Поглощают Энергию Более Слабых В чатике Офигевают От графики Спектрум Могет Да ФПС Конечно Не слишком Высок И Кстати Разгон Спектрум И Этому Тоже Не слишком Сильно Помогает Есть Версии Этой Игры Например Для Комодоры И Там Тоже Нифига Не Быстрее Все Таки Тяжеловато На Трех С Половинах Мегагерцах Крутить Такое Несмотря На То Что Фактически Текстур То Здесь Нет Тем Тем Не Все Это Было Задолго До Того Ж Вольфенштайн 3D Конечно Он Достаточно Медлителен Но Это Только На Руку С Более Высоким ФПС Него Очень Плохо Играть Потому Что Меняются Тайминги Бросания Шаров Все Вот Эти Паузы То Если Я Начну Долбить По Кнопкам Это Не Значит Что У Меня Шары Начнут Вылетать Со Скоростью Пулемета Нужно Именно Соблюдать Тайминг Тут Все Подогнано Под ФПС Играть На Перемотке Не Получится В Тебя Попросту Завалят Раньше Вот Особо Народовы Особо Народу Понравились Арки Потолок На Него Нам Уже О Нужны Зеленые Шары Попутно Я Ловлю Его Шары Тем Самым Восполняя Потраченную Энергию Фу Ну Что Ж Уровень Номер Четыре И Вот Здесь Я Уже Все Кристаллы Собирать Не Буду Здесь Дракон Можно Нарваться На Неприятного Очень Монстра Правый Показометр Я и Сказал Это Энергия Эдолона Нашей Машины Левый Это Показатель Приближения К Дракону Ну И У кого Включен Звук Те Наверное Слышат Такой Очень Очень Жесткий Трансформаторный Гул Когда мы Находимся К Дракону Очень Близко Здесь Я почти Не Реагирую На эти Шары Плевать Я на Ни Хотел Не Так Уж Сильно Они Меня И Дамажат Самое Главное Вот Здесь Вот Очень Неприятный Монстр Собачонка Вот Это Поэтому Я Кидаю В него Зеленый Шар Зеленый Шар Превращает Монстра В Кого То Другого На Собачонку Надо Девять Шаров И Соответственно На Того В Кого Он Превратился Тоже Но Они Гораздо Менее Агрессивны Их Легче Уничтожить Потому Что Собачонка Загрызет На Раз Два В Случай С Собачонкой Надо Постоянно Отступать И Вот У Нас Наконец Уже Двуголовые Драконы Пошли Шесть Синих Шаров Поэтому За Энергией Надо Следить Очень Внимательно Буквально Четыре Шара И У Меня Заканчивается Энергия Нужно Обязательно Успеть Подобрать Пятый Уровень Посередине Натуральная Комната Смерти Куча Летающих Красных Шаров К счастью Сталкиваясь Друг С другом Они Сами Себя Трансформируют И Здесь Здесь Нужно Подобрать Всего Лишь Один Красный Кристалл И Здесь Будет Самый Прикольный Наверное Монстр Во всей Игре Ну Не считая Драконов Конечно Это Вот Такие Грибочки Шампиньончики Пивунчики Одним Красным Урбом Мы их Будем Зелеными Уничтожаем После чего Они Превращаются В муху Которая Благополучно Уничтожается Снова Красным Теперь Уже Для Снятия Барьера Нам Нужны Будут Два Кристалла В Самых Различных Сочетаниях Собственно Я Уже Все Орбы Собрал Поэтому На Следующем Уровне Мне Совсем Ничего Не Нужно Будет Понадобится Только Один Кристалл Для Финального Босса Ну До Туда Мы Еще Доберемся Будет Большой Дракон Очень Большой Вот Здесь Такой Дракон КТ Очень Недовольный На Него Нам Надо Семь Желтых Орбов Готов Красавец Шестой Этот Уже Спидраним Насквозь Плевать Мы Хотели На Всех Что Есть Сразу Идем К Боссу Дракон И На Него Нам Понадобится Восемь Синих Кормов Долгая Битва Большой Расход Энергии Он Уже Трех Головый Привет Змей Горыныч Самое Главное Вовремя Перехватывать Красное Почему То Ощущение Что Он В очках Глаза Пухли Наверное Седьмой Снова Идем Прямо К Боссу Но Здесь Такого Шортката Как на Шестом Уровне Нет Нужно Бежать Довольно Далеко И На Него Мне Нужно Будет Как Видите У меня Всех Кристаллов По Одному Все Три Кристалла Для Снятия Барьера И Для Уничтожения Девять Красных Шаров Еще От Одного Самого Мощного Монстра Таким Способом Прохождения Я Ухожу Это Что-то Вроде Того же Гоблина Визуально Чем-то Похоже Только Четырех Руки И Размером С Собаку И на Него Надо Аж 15 Красных Орбов Лучше С ним Вообще Не Сталкиваться Потому Что Энергии В таком Количестве Нет Придется От него Бегать По всему Лабиринту Дракон У нас Тут Аж Черный Ну Зато Красными Орбами Можно Валить Его Просто Перемяз И Завалив Его Мы Переходим На Последний Восьмой Уровень Самые Темные Глубины Подсознания Здесь Здесь Нет Ни Одного Стража Ни Одного Монстра Зато Есть Куча Открытых Кристаллов Практически Нет Орбов За Исключением Блуждающих Красных И Парой Синих И Вот Один Единственный Синий Кристалл Мне Нужен Для Того Чтобы Снять Барьер К Финальному Госсу И Это Семиглавый Дракон И Очень Долгая Битва Для Того Чтобы Его Уничтожить Мне Нужно Кидать В него Шары В той Последовательности Тех Же Цветов И В том Же Количестве Что На Всех Предыдущих Фактически Это Босс Раш Когда Я Уничтожаю Одну Голову Дракон Меняет Цвет И Это Обозначает Что Мне Нужно Менять Цвет Орба При Этом Цвет Дракона Не Соответствует Цвет Орба Который Я Должен Включать Итого Мы Получаем Три Желтых Точнее Три Красных Четыре Желтых Пять Зеленых Шесть Синих Ай Врезал Сколько Временного Эксперимента Снова Семь Желтых Ну И Следом Восемь Синих И Девять Красных Эту Игру Интересно Сначала Просто Изучать Проходить А потом Еще Интереснее Оптимизировать Прохождение Как я Уже Сказал Я Укладываюсь Даже Меньше Чем В Четырнадцать Минут Да Это Это Спидран О чем Я Сразу Сказал И Где-то В глубине Мы находим Самого Себя Разводящего Тараканов Тараканов Блин И на этом Все Почему-то Знакомая Рожа У этого Мужечка Где-то Он Еще Такой Был Если Теперь Я Нажму Огонь У меня Просто Сбросится Счет И Я Снова Смогу Начать Игру Сначала Вот Так Вот Что Можете Сказать По поводу Этой Игры Антон Это Спидран Я Уже Сказал Иначе Это Заняло Минут Так Сорок Пять Если Бо Я Всех Под Ноль Зачищал Собирал Все Орбы Все Кристаллы Но Судьба От Этого Не Изменилась Да Конечно Он Примитивен Но Это Все Так Середина Восьмидесятых И Для Спектрума Это Очень Круто Да Ты Прошел Игру Вот Тебе Мозговый Паразит Ну Что Ж На Этом Я Думаю Пора Заканчивать И Передавать Стрим Серксу А что Там Будет Я думаю Он Расскажет Когда Начнет Это Будет Сразу Видно Что Стрим Неб Заканчим Стрим 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 Продолжение следует...